Здравствуйте друзья. В этом блоге я расскажу про свою очередную версию решения автоматизации работы бойлера. Основным отличием от предыдущей является то, что я решил вынести в интерфейс все основные элементы настройки. Это время автоматического запуска и длительность работы. Это дает возможность легко и быстро откорректировать параметры его работы. Однако с учетом специфики моей конфигурации появилась новая задача связанная с тем, что нужно было каким-то образом синхронизировать настройки между серверами. Однако и ее мне удалось решить и судя по моим наблюдениям, а это мой реальный работающий сейчас кейс, успешно. Для удобства в первой части видео я расскажу про базовый кейс управления, который может применить у себя каждый, а во второй уже про синхронизацию между серверами, которая будет интересна тем, кто достаточно глубоко погрузился в тему умного дома. Перед тем как начать, попрошу вас подписаться на мой канал, если вы еще не сделали этого раньше и поставить лайк этому видео, чтобы его могли найти больше людей. В моей системе имеется два бойлера. Один находится на кухне, другой в ванной. Принципы работы совершенно идентичны, отличие только в том, что кухонные автоматически запускаются трижды в сутки, а в ванной дважды. И опытным путем я выяснил, что мне достаточно интервалов работы в 20 и 25 минут соответственно. Поэтому я покажу кейс кухонного бойлера, так как он запускается чаще, три раза в сутки. Если надо больше или меньше, просто убираем одно из условий, либо просто пишем одинаковое время запуска. Начнем с режима работы бойлера. В моем случае он работает только в те периоды, когда нет горячей воды. Обычно это в течение двух-трех недель в году, когда проводят профилактику труб и в какие-то аварийные моменты. Поэтому мне нужно иметь возможность включать и выключать все автоматизации, связанные с работой бойлера. Этот переключатель можно организовать при помощи простого input boolean, и если у вас один сервер, то проще сделать так. Но у меня сервера два, поэтому режим должен работать синхронно на обоих. Поэтому организован этот переключатель через MQTT broker. Бинарный сенсор смотрит в определенный топик, и в зависимости от того, что в нем записано, принимает значение включено или выключено. Кстати, я наконец перевел их в новый формат, который стал гораздо компактнее. Вторая часть это шаблонный переключатель, статус которого синхронизирован с этим бинарным сенсором. В качестве действий для включения и выключения, в топик MQTT, который управляет статусом бинарного сенсора, пишутся значения on или off. Благодаря синхронизации MQTT брокеров сервера в режиме моста, изменение сразу же отображается и на резервном сервере. Подробнее про режим моста и организацию резервного сервера, смотрите мои уроки по ссылкам в описании. Теперь нужно создать несколько объектов ввода даты времени. Их легко и удобно делать на странице настройки интеграции вспомогательно. Но я, для целостности картинки, делаю все в одном пакадже. Количество этих объектов равно количеству периодов автоматического запуска плюс таймер. Нам нужно только время, поэтому параметр дата нужно отключить. Собственно таймер, это следующий объект, который я объявил в пакадже. И его тоже можно сделать через интерфейс, там же где и объекты ввода даты времени. Параметр restore нужен для того, чтобы восстановить таймер в случае перезагрузки Home Assistant. И, не влияющие на логику работы автоматизации, настройки. Сохранение в базе рекордер, состояние выключателя и энергомониторинга розетки, в которую включен бойлер. Раздел кастомизации для присвоения имен, только для удобства отображения, не более. Имена можно прописать и вручную через интерфейс, но мне удобнее все сводить в один пакадж. Плавно подошли к разделу автоматизации. Я подробно расскажу о логике и назначении каждой из них, и начнем с включения бойлера по расписанию. Эта автоматизация отвечает за автоматическое включение бойлера, поэтому триггером мне является сработка по времени, которая берется из объектов ввода времени. Их может быть сколько угодно, просто перечисляем их. Далее следуют условия, в моем случае их три. Напомню, что моя система ориентирована на использование резервного сервера. Первое условие это состояние розетки, в которую включен бойлер. Раскрою тайну, это встраиваемая Akara QB-CZ11LM. Она должна быть выключена, ведь ее можно включить и напрямую. Далее режим работы бойлера, активный бинарный сенсор. Если вы используете input boolean, то тут нужно прописать его. И третье условие это режим работы автоматизации. Он может быть активен только на одном из серверов. Как это работает, смотрите в моем видео, ссылка в описании. И если все эти условия соблюдаются, тогда включается розетка, к которой подключен бойлер. Задача следующей автоматизации проверять корректность включения бойлера. Под корректностью понимается активный режим работы, который у меня реализован при помощи MQTT бинарного сенсора и переключателя. Но при одном сервере достаточно input boolean. Триггером тут служит включение розетки, в которую включен бойлер. То есть отслеживаются все, включая ручное управление. В моем случае тут есть условия режим работы автоматизации. Но в большинстве случаев, когда используется один сервер, оно не нужно. Далее запускается селектор условий, который и проверяет корректность. Если сенсор режима работы или input boolean включен, значит включение корректно. Запускается созданный ранее таймер, который отвечает за длительность работы бойлера. Его длительность устанавливается по значению, установленному в поле ввода даты времени, после соответствующего преобразования, который переводит значение в нужный для таймера формат. И отправляется уведомление в телеграм о том, что бойлер включен. Таким образом, вы всегда будете знать, отработала автоматизация или нет. И второе условие, режим работы бойлера выключен, то есть включение некорректное. Для бойлера это важно, так как для него кроме питания, необходимы определенные действия с водяными кранами. В этом случае розетка отключается, а в телеграм приходит уведомление о ошибочном включении, чтобы можно было выяснить причины, как и зачем включалась розетка. Следующая простенькая автоматизация предназначена для выключения бойлера. На самом деле ее можно объединить с предыдущей, расширив селектор условий, но я решил оставить ее отдельно. Триггером тут является событие завершения таймера, который запускается при корректном запуске бойлера. Тут два условия, включенная розетка и режим работы сервера, который является особенностью для двухсерверной конфигурации. И действие выключения розетки. Логично было бы сюда добавить уведомление, однако тогда оно не будет приходить при ручном отключении бойлера, поэтому тут есть еще одна автоматизация. Ее триггером служит выключение розетки бойлера, а выключить ее можно либо вручную, либо автоматически по таймеру. Условия тут два, режим работы автоматизации и режим работы бойлера. Второе тут стоит для того, чтобы не дублировались сообщения, когда бойлер отключается автоматизацией проверки корректности, которую мы рассмотрели выше. Первым действием тут идет сброс таймера, на тот случай, если бойлер был отключен раньше времени вручную. Затем идет уведомление об отключении бойлера, таким образом можно убедиться, что все работает корректно. Текстовую версию этого паккеджа вы найдете по ссылке в описании. Теперь перейдем к особенностям работы на двухсерверной конфигурации. Тут необходима синхронизация данных. В первую очередь запуск и остановка таймера. Это нужно для того, чтобы в случае переключения на резервный сервер, автоматизации управления бойлером отрабатывались корректно. Для этого служит специальная автоматизация, отслеживающая состояние розетки. Напомню, что MQTT брокеры основного и резервного серверов связаны в режиме моста. Как это сделать, смотрите в моем видео, ссылка в описании. Триггером тут служит включение или выключение розетки бойлера. Управление тут общее, благодаря MQTT Bridge и использованию сетевых ZigBee координаторов ZigStart. В отличие от предыдущих автоматизаций, где в условиях указан активный режим работы автоматизации, тут наоборот, он должен быть отключен. Она работает для сервера, который в данный момент бездействует. Далее идет селектор условий, который в случае, если розетка включилась, активирует таймер. А если выключилась, сбрасывает ее. Таким образом, если после включения бойлера по какой-то причине управления перейдет на второй сервер, автоматизация, которая сработает по завершению таймера, корректно выключит бойлер. Второй вопрос, синхронизация режимов работы и таймера. Я реализовал это следующим образом. При изменении значений на рабочем сервере, данные синхронизируются с резервным. Но если попытаться изменить их на резервном, система не даст этого сделать, возвращая предыдущее значение. Посмотрим, как это реализовано. Синхронизация осуществляется через топики MQTT, поэтому для каждого объекта ввода времени определяются отдельные топики, в него будут смотреть сенсоры. Брокеры, как мы помним, в режиме моста, поэтому эти данные общие для обоих серверов. Название сенсора и топика произвольное. В моем брокере для таких целей есть специальная ветка states, а в ней я сделал вложенную ветку периоды, как раз для хранения таких данных. Для таймеров своя ветка, принцип тот же. Принцип синхронизации совершенно одинаков для всех объектов времени, поэтому я покажу только первый период. В текстовом файле будут все. Она состоит из двух частей и первая это сохранение данных. Автоматизация отслеживает любое изменение состояния объекта ввода времени. В данном случае это первый период. Аналогично для остальных и таймеров. Далее в действие вступает селектор условий. Первое условие изменения происходит на активном сервере, режим автоматизации включен. В этом случае в его MQTT топик, который смотрит первый из созданных нами чуть ранее сенсоров, записывается то значение, которое принял этот объект, установленное время. В противном случае, если мы пытаемся изменить время на сервере, который в данную минуту не является активным. В объект ввода времени возвращается то значение, которое было ранее сохранено в топике, из которого попадает в MQTT сенсор. То есть не дает его поменять. И вторая часть, собственно синхронизация. На всякий случай напомню, это лично мой вариант реализации этого кейса. Он точно не единственный. Я сам знаю еще как минимум один путь. Поэтому свои мысли, идеи и реализации пишите в комментариях под этим видео. Тут отслеживается изменение состояния сенсора, который смотрит в MQTT. Он берет свое значение из топика. Эта автоматизация не зависит от режима работы сервера, поэтому тут только одно шаблонное условие. Значение в объекте ввода времени не равно значению полученному из топика MQTT, то есть оно изменилось. И если это так, то мы присваиваем этому объекту значение из сенсора, таким образом синхронизируя данные между ними. Далее повторяем для всех остальных периодов и таймера. Автоматизация бойлера у меня работает уже много лет. За это время логика претерпела уже несколько изменений, и в момент выхода этого видео работает именно так уже дней 10. С момента как у нас отключили на профилактику горячую воду. За это время проблем в работе логики я не обнаружил. Точнее некоторые мелкие моменты были, но были устранены в первые пару дней работы. На этом все. Надеюсь видео было вам полезно и интересно. Буду благодарен за ваши лайки. Если вы еще не подписались на мой канал, можно сделать это прямо сейчас. Если вам нравятся мои видео, поддержите мой канал, ставь его спонсором. Кроме этого, есть и другие способы разовой и периодической материальной помощи. Ссылку вы найдете в описании. Также я веду и телеграм-канал, в котором публикую полезную информацию, опросы и ссылки на устройство умного дома. Буду рад, если вы присоединитесь к нему. В описании под видео вы найдете полезные ссылки на все устройства, показанные в обзоре, на полезные ресурсы, а также на те видео, которые либо упоминаются, либо пересекаются с темой этого. До новых встреч. Всем мира. Субтитры сделал DimaTorzok